приветствую вас на нашем канале про пчеловодство пашка 1 меня зовут павел сегодняшняя тема видео такие интересные сегодня делаем такой небольшой как она называется рум тур читун тур так как я не знаю сейчас специалисты спрошу специалист как она называется рун тур она горит рун тура смотрите ребята сейчас сделаем небольшой обзор одного из тачков который является во всяком случае в этом году он является таким как бы основным и он здесь будет базироваться да вот эта пасека будет размещаться на вот этом точке возможно он будет большой там свыше 100 семей возможно будем держать здесь только 50 60 семей но будем смотреть соответственно по погоде сейчас хочу показать что у нас здесь так этот тачок у нас да сейчас расскажу как этот тачок у нас находится в селе малынки по грибочанского района и здесь вот это получается сиренко фермер вот это его вот нам сейчас покажу что он дал и здесь мы принципе размещаемся наш тачок вот это здесь стоит 40 пчелиных семей или 40 с чем-то в основном мы готовимся здесь как готовимся на подсолнух смотрите ребята должны понимать что здесь все стоят от фотки хотя несмотря на то что мы сюда по привозили отводки здесь есть пчелиные семьи которые мы можем такие откачивать потому что здесь скажем так на узкие вот эти рамки восьмерки здесь мы будем откачивать мед вот это откачивается здесь откачивается там откачивать здесь более сильные в здесь менее сильные ну как бы будем смотреть будем качать мед покажу немножко небольшой бардак но будем здесь размещаться полностью все здесь поменяем что-то по контуру посадим возможно какую-то малину смородину что-то такое чтобы были какие-то кусты что-то будем делать да потому что в этом году не не все получается как хочется да не все же не всегда все успеваешь но я думаю что мы все-таки успокоимся и будем здесь базироваться здесь также есть и старая пасека старая пасека сбоку она ограждена как бы чтобы ее не украли ну пашки и как бы пашка это такой пчеловод что меня воровать меня здесь и сбоку явить не нуля не показывает у точно сварует но не ну смотрите ребят в основном да мы как базируемся это размещается у так-то пасека склад здесь рамки здесь корпуса и тому подобное так у меня везде стоит так у меня в лесу стоит не воруют пока слава богу все хорошо так то есть хороших людей не должны воровать здесь у нас еще есть одна пасека это другого пчеловода здесь занимается местный местный пчеловод вот здесь стоит я не знаю сколько здесь улег я сюда в принципе даже не хожу здесь в основном базируется лежаки здесь василича 10 лежаков и 10 лежаков джилки это полина африканина есть там такая есть уже 85 лет ну бабка такая огонь про нее видео как бы можно было бы снять но она там уже не хочется короче заниматься ерундой как бы про пчеловодство то мне что справа не уже нету что спрашивать а анекдоты рассказывать так в дом нас туда не пускают чтобы мы там не обворовали ничего здесь мы короче готовим свой цех вот получается под эту пасеку под этот точек вот этот точек здесь один и точек отсюда еще 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 на гречихе стоит это у нас вот это одно возможно еще если мы здесь будем базироваться здесь будет стоять несколько точков и здесь будет цех по откачке меда ну мы так готовим да вот сарайчик это был полностью в жопу убитый сарай давайте зайдем василич горит ну как начали к начали меряться короче медагонка у меня жили соневская она большая не влазит в дом не влазит сбоку не влазит так туда не влазит короче пришли я здесь померил все здесь большие двери сюда мы влезем здесь бардак знаете земля ну свинарник же какой-то был еще здесь какой-то окно для курить сарай прямом смысле этого слова василий говорит ну как медагонку же на землю не поставить значит мы зальем по хорошо здесь тоже здесь такая как как сарай все было висело здесь такие знаете вот эти бревнышко как сволоки на украинский мой она земля мусором стены вот эти валятся короче полная полная разруха скажем так василич горит ну шо я забью он говорит ну да люди забьют этот пол медагонку поставишь уже легче это подобьешь ну подобьете подобью тоже люди на блин селично если уже сделают это то давайте говорю я уже пошпаклю и вот эти стены принципе тоже понимаю в этом деле строительном пошпаклю и стены сделаем какую-то электрику тоже ну разведу потому что мы сделали лампочки ну и сразу говорю подобью потолок сделаю это все там он помпу он говорит хорошо хочешь делать дам тебе человечка он тебе поможет и получается за один два три дня мы подбили потолок сложность заключалась в том что его очень таки сложно было прикрепить там или дубовые вот эти бревна лежали туда возле тяжело лезли но все-таки выровняли набили рейку постелили это уэсби все как бы хорошо электрику бросили в тоже здесь электрики не было электрику я разбросил здесь включатели 2 резетки сделали да потом василич говорит ну как вот пол залито вот вот так вот так вот так как вот здесь на вот я покажу вам сейчас вот это делать здесь да вот такими кусками ну как как оно будет ну когда тоже шарит непорядок ну разольете мед потом же шкафе вы выгирать его будет очень сложно давай самовыравнивающий пол зайдем я говорю ну блин самовыравнивающий пол может не пойти потому что он там ну туда-сюда давайте плитку положим два дня подумал говорит ну давай ложи плитку все и таким образом у нас получилось вот такой неплохой цех по откачке меда но с одной стороны не хватает немножко вентиляции потому что сарай здесь как был да может здесь какой-то двери что немножко будет душновато но но приличная комната красивая осталось поклеить багеты сейчас затираем плитку плентуса бахнем это получается у меня заняло все пять рабочих дней мы как бы подбили потолок пошпаклевали две стенки покрасили я положил плитку развел электрику еще не хочу этого уже делать это уже затяжка времени и нам не нафиг не надо можно было бы еще бы бросить сетку и зашпаклевать потолок и покрасить это было бы уже конечно пик пик совершенства вот такой цех по откачке меда комнатка конечно небольшая нам побольше и не надо поставим медовому стол вентилятор тыкнем все вот так она у нас и будет так что вот такая у нас получилась новая как-то говорится база все прилично все культурно все здесь уберется я думаю как-то будем здесь жить понемножку как вы видите вроде ничего такого в основном получается посмотрим как оно получится потому что планы знаете строить как обычно очень таки сложно не всегда она так получается как ты задумываем но с другой стороны делаем как лучше да плохо она всегда так получится все ребята будем на этом прощаться всем все на лучшего всем пока